My wonderful YouTube students, welcome to the channel! Сегодня мы учимся с одним из моих любимых фильмов, такой сказкой, Десятое королевство. Материал достаточно простой, поэтому будет подходить и как для начинающих таких в английском, с А2 уровней, ну и, конечно же, наших маэстро, потому что лексика временами будет увлекательно интересной. Ну что, как всегда, мы вначале просмотрим эпизод, потом пройдемся по скрипту, каждое слово все изучим, узнаем много нового, проделаем упражнения, изучим слова в квизле, практика, конечно же, и после просмотрим этот же эпизод на языке оригинала без каких-либо субтитров. Поехали за работу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я как-то перенетельно между бойцами сейчас, так что... Я просто работаю на гриле на парке. Но один день я собираюсь найти партнер, и открыть ресторан у меня. Мне нужна хорошая парня, который интересен в продукт. Я думаю, что это все. Это не моя работа. Это не моя работа. Это не моя работа. Но кто будет делать это? Где ты идешь? Я работаю, как я делаю каждый день. У меня на дороге. Я использую стежку. Просто в случае. Я думаю, что ты получишь интересное время, и ты понимаешь, что ничего интересного будет происходить. И может, это просто как это. Может, люди просто просто ухажают жизни. Дай мне что-то, Той. Я не был в этом, что-то вчера. Лаза! Капа, просто дай мне что-то. Лаза! 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 Кстати, видео вот в этом по Джорджу Клуни тоже мы использовали on the age. Учились с вами. Кто не смотрел, можете посмотреть. Также весьма просто, но, возможно, не совсем понятно в плане произношения, потому что там такая real speech, очень реальная речь уже. Of the forest. На краю леса она живет. Well, kind of. Ну, что-то типа такого. Kind of, sort of. Это что-то типа нашего. My dad is мой отец, уборщик, либо как вахтер, возможно, какой-то, или как дворник, также по значению janitor. Is it janitor? That's how we got to have an apartment on the age of Central Park. И вот у нас как мы начали иметь эту квартиру на краю Central Park. And you might think that the fact that I still live with my dad is a bit sad and... И вы, возможно, подумали, что это такая вот вероятность, да, мать показывает 50 на 50, что тот факт, что я до сих пор живу с моим отцом, это немного грустно. И, well, you might be right, да, вы, возможно, правы. And then she remembers, and she says, oh, but I don't know, I'm all his God, really. Ну, я не знаю, я единственное, что у него есть. And I'm sort of, и я что-то типа постоянно between boyfriends, между парнями. Ну, в общем, нет у него какого-то такого постоянного парня, судя по всему. Это как перманент девушки некоторые делают, и отсюда у нас идёт наречие permanently. At the moment, в данный момент. So, you know, ну, вот так вот, вы понимаете, да, какая картина. Кстати, you know, вот этот же Джордж Клуни постоянно использовал свои речи. I'm just am, и я просто официантка. И здесь мы официантов ждём, либо он нас ждёт. Waitress. Waiter – это мужского рода, waitress – женского. I'm just a waitress at the grill on the park. В общем, где-то в кафе, который подаёт гриль, в парковой зоне. But one day, но однажды, I'm going to find a partner, я найду партнёра, and open a restaurant of my own. И открою свой собственный ресторан. All I need is a good man who is... Всё, что мне нужно, всё, что я ожидаю, это хорошего такого человека, который интересуется едой. Who is interested in food. Be interested in – это конструкция, которая показывает интерес. Обращаю ваше внимание на окончание – иди. Когда мы заинтересованы, про людей идёт речь, то мы добавляем окончание – иди. Когда какая-то книга, фильм интересный, мы добавляем окончание – ing, инговое окончание. Вот в этом видео мы проходили всю разницу. Did you see this? Ты видишь вообще это? Look at this, посмотри. This has been – это было пожёвано. This has been chewed – это уже её отец говорит. It's not my job, это не моя работа. This is an electrician's job – это работа для электрика. But who gets to do it? Но кто же должен её выполнять? Where are you going? Куда же ты собираешься? To work dead, like I do every day. На работу пап, как и каждый день. Когда будешь возвращаться обратно? Это мы используем on your way back. На твоём пути обратно. On your way back. Use the – используй лестницу. Use the stairs. На всякий случай. Just in case. И дальше я использую уже другой эпизод. Там в фильме в оригинальной дорожке ещё пару эпизодов идёт. Ну, а я самые интересные с точки зрения диалоговой части подбираю вам. Я полагаю, you get to a… Здесь мы используем глагол guess. Можно было бы использовать assume также. Здесь менее формальный. Поэтому guess. I guess you get to a… В определённый возраст, когда ты вступаешь. Certain age. В определённом возрасте ты осознаёшь. Realize. Можно через Z. Это будет американский вариант. Либо через Z, либо через S. Тогда это будет британское правописание. That nothing. Ты осознаёшь, что ничего такого захватывающего. Exciting. It's ever gonna happen to you. Никогда не произойдёт с тобой. And maybe that is just the way it is. И, возможно, жизнь так и устроена. Так оно и должно быть, как мы бы сказали. You know, maybe some people just have… Ну, знаете, возможно, у некоторых людей просто такая тихая жизнь. И это будет у нас quite – сти на конце. Потому что если мы и поставим на конец, то это будет уже достаточно по значению. Okay? Just have quite lives. Give us some food, say. And that is already the change of the episode. And we are in some magical prison. I haven't had any food. Я ничто не ел с вчерашнего дня. Since yesterday. С какого-то промежутка времени – это у нас предлог такой, да? С – работает. Since. Вот в этом видео все слова-подсказки времени Present Perfect мы с вами изучили. Выпусти нас. Let us out. Come on, just give us the key. Да ладно тебе, просто дай нам ключ. Let us out. You. Hello. And then she comes to one of the prisoners. А ты – здравствуйте. What are you? Что ты такое? Да, не кто ты такой. Who are you? А what are you? Me? Я? A very, very славный, малый. Fine chap. Okay? Falsely imprisoned. И здесь у нас получается несправедливо, как бы, которого посадили в тюрьму, он хотел сказать, но его прерывают. На полуслове do not make me ask again. Не заставляй меня задавать тебе вопрос снова. I am half wolf. Я и показывают свои такие, да, интарные глаза. Half wolf. На половину – волк. If I give you your – если я тебе дару свою свободу – freedom. Free – свободный и суффикс – дом добавляем. You must agree to – ты должен пойти на то, что будешь служить мне. To serve me. Without question. Без каких-либо вопросов. Oh, breakfast, lunch, dinner. То есть он называет все приемы пищи – завтрак, обед, ужин. То есть всегда. I am your wolf. Я – твой волк. Верность – loyalty. Сюда у нас карты лояльности, да, клиентов. Loyalty. Is my middle name. Мое второе имя. I've – я превратила. Turn somebody into something. И вот здесь у нас как раз свет конструкция времени Present Perfect также. I've turned Prince Wendell into a dork. Good idea. Хорошая мысль. Find him before the trolls. Найди его до троллей. Oh, trolls, тролли. Wait. Подожди. Give your – дай мне свою волю. И это слово will. Will – это не только как показатель будущности, модальный глагол такой. Также это полноценное слово воля. Will. Be mine to. Будь моим, чтобы я могла тебя призвать. To summon. Это уже такое очень официальное, formal word. And control. И контролировать. Do you understand? Ты понимаешь? Yeah. Да, говорит он. So, that is the episode based on the Tenth Kingdom. Now, let's get to the quiz set and learn everything that we've just studied. So, the first word is на краю. And that is on the edge. Уборщик. Дворник. Дженитар. Постоянно. Permanently. Официантка. Waitress. Интересоваться чем-то. Устойчивое выражение. Be interested. И предлог in. Жевать. Chew. На обратном пути. On your way back. Лестница, либо ступеньки. Stairs. На всякий случай. Just in case. Догадываться. Guess. Определенный. Certain. Понимать. Осознавать. Realize. Захватывающий. Exciting. Тихий. Спокойный. Quiet. С какого-то периода. Since. Выпустите нас. Let us out. Славный малый. Fine chap. Свобода. And that is freedom. Excellent. Служить. Serve. Верность. Преданность. Guys. Do you remember? Loyalty. Excellent. Превратить в. Turn into. Обернуть во что-то. Более. Will. And the final word. Вызывать. Призывать. Summon. У Гарри Поттера, кстати, были. Summoning charms. Да? Как раз он вызывал предмета. Призывал какой-то предмет. В четвертой части. Да? Когда он призвал метлу. Возможно, это будет хорошей ассоциацией и для вас. Okay. Excellent. We've done it here. Now back to the file. And we can see here vocabulary practice. My dearest, I remind you that it is practice that makes your results perfect. So you may download this file. It is completely free of charge from my Telegram channel. And let's do the practical part together with me. So the first word that we can see here is chew. And that is сживать. Постоянно. Permanently. Just in case. На всякий случай. Интересоваться. Be interested in. Realize. Осознавать. И здесь у нас американское правописание. С какого-то периода. And that is since. Freedom. Свобода. Верность. Преданность. Loyalty. Will. Воля. Вызывать. Призывать. Summon. Turn into. Превратиться в. Служить. Serve. Certain. Определенный. Славный. Малый. Nice chap. Stairs. Лестница. Либо ступеньки. Тихий. Спокойный. And that is quite. On the edge. На краю. На обратном пути. A bit of corrections here. On your way back. Waitress. Официантка. Уборщик-дворник. And that is janitor. Guess. Полагать. Также это догадываться. Захватывающий. Exciting. Let us out. Выпустите нас. All right. And now it's time of our final practice, where we join the knowledge of your grammar, which recently acquired vocabulary. Профессор Магонагалл умеет превращаться в кошку. Это правда. Профессор Магонагалл может умеет это can. Просто физически turn into. И если новая информация, то это будет a cat. A tabby cat, actually. Когда она училась в университете, она работала официанткой. When? Можно показать продолжительный процесс. Время pass continuous. She was studying at university. И так же продолжительная она работала. She was working. И в качестве кого-то. As a waitress. When she was studying at university, she was working as a waitress. Work as a. И профессия это устойчивое выражение. Работать в качестве кого-то. Он интересуется всеми видами техники. Я здесь подразумеваю именно какие-то машины разнообразные. От мотоциклов до каких-то бульдозеров. He is interested in all vehicles. Vehicles это у нас транспортные средства. Все. He is interested in all vehicles. Нам нужен только третий этаж. Давай пойдем по лестнице. We only need the third. The third floor. So let's. И так вот залезем. Climb the stairs. Climb the stairs. Okay. We only need the third floor. So let's climb the stairs. Excellent. Море тихое. Сегодня помним, что в каждом английском предложении должен быть глагол. И мы его поставим. The sea. И вот сюда. As quiet today. Это урок десятый и одиннадцатый в рамках курса английский с нуля. Они живут в Сан-Франциско с 2010 года. И они продолжают это делать. Поэтому мы с вами используем время Present Perfect Continuous. They have been living in San Francisco. И с какого-то периода. Это предлог since. Since 2010. And we don't need to add the word year here. They have been living in San Francisco since 2010. That's it. Где есть желание, там есть путь. И такое вот крылатое выражение у нас здесь идет. Where there is a wheel, there is a way. Where there is a wheel, there is a way. Возьми с собой на всякий случай зонтик. Take an umbrella with you just in case. Я зашел в магазин и купил продукты на обратном пути. И для меня более аутентично будет звучать I went to the shop to buy groceries on my way back. Гроссерис это продукты, которые мы покупаем в магазине. Двоих студентов вызвали к директору. To students, у нас здесь пассивный залог. Were summoned, конечно же на канале есть эта тема про пассивный залог. To the principals, это по-американски. Office. Если мы берем британский вариант, то тогда будет либо headmaster для мужчины-директора и headmistress для женщины. Two students were summoned to the principal's office. So, that's it. Now, the only part that is left in our today's lesson is the watching the episode without any subtitles. Let's give it a try. My name is Virginia, and I live on the edge of the forest. Well, kind of. My dad's a janitor. That's how we got to have an apartment on the edge of Central Park. And you might think that the fact that I still live with my dad is a bit sad. And, well, you might be right. But, I don't know, I'm all he's got, really. And I'm sort of permanently between boyfriends at the moment. So, yeah. I'm just a waitress at the grill on the park. But, one day, I'm going to find a partner and open a restaurant of my own. All I need is a good man, who's interested in food. You see this? Look at this. This has been chewed. It's not my job. This is an electrician's job. But who gets to do it? Where are you going? To work, Dad, like I do every day. On the way back, I'll use the stairs, just in case. I guess you get to a certain age and you realize that nothing exciting is ever going to happen to you. And maybe that's just the way it is. You know, maybe some people just have quiet lives. Give us something, Toye. I haven't had any food sheets yesterday. I... Lazar! Come. Just give us the key. Lazar! You. Hello. What are you? Me? A very, very fine chap. Falsely imprisoned. Do not make me ask again. I'm not. Shhh. Ev'wolf. If I give you your freedom, you must agree to serve me without question. Oh, breakfast, lunch, dinner. I am your wolf. Loyalty is my middle name. I've turned Prince Wendel into a dog. Ha! Good idea. Find him before the trolls. 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 Wait. Give your will to me. Be mine. To summon. And control. Do you understand? Yeah. Okay, my dearest, and here we are finishing in our today's lesson. For those of you who consider having individual lessons with me, just let me know on Telegram. So, see you in other videos on this channel in no time. Bye for today.